МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Владимир Ружицкий назначен на должность председателя Совета депутатов. На данном объекте проведены работы по обслуживанию насосного оборудования. В округе начался отопительный период. Люберцы, наши родные, это родина вертолетостроения не только России, но и мира. За что Люберцы называют родиной вертолетостроения, смотрите в выпуске. Дети здесь занимаются, в этом зале. Ну и само состояние зала нужно улучшать. Дети наши все, поэтому все вклады в детей, в их будущее. В спортивном комплексе «Спартак» отремонтировали боксерский зал. А теперь подробнее об этих и других новостях. В администрации городского округа Люберцы прошло еженедельное оперативное совещание. Руководители структурных подразделений, силовых ведомств и экстренных служб рассказали об итогах проделанной работы за отчетный период. На совещании начальник управления МВД России Люберецкая Евгений Романцев призвал граждан к бдительности. Участились случаи дистанционного мошенничества. Если поступил звонок о блокировке карты или снятии денежных средств, лучше сразу обращаться в отделение банка или в правоохранительные органы. Доложили и об обстановке на территории Люберецкого пожарно-спасательного гарнизона. Пожарно-спасательное подразделение гарнизона совершили 56 выездов. Из них 4 выезда на тушение пожаров. Из них в городском округе Держинский один по повышенному номеру складское помещение и три в городском округе Люберцы. Также принимали личный состав участия в обеспечении безопасности на выборах по нашей линии без происшествий. Прошедшие выходные для силовых ведомств и экстренных служб выдались тяжелыми. Личные составы обеспечивали безопасность граждан на дне города, в котором приняли участие более 70 тысяч человек, а также в единый день голосования. Явка избирателей составила более 22%. Избрано 32 депутата. Мандаты распределились следующим образом. 26 достались партии «Единой России», по одному КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» и три мандата самовыдвиженцем. Также о проделанной работе доложил руководитель управления ЖКХ округа. В этом году запланирован ремонт в 135 МКД. 79 из них уже готовы. Продолжается реализация программы губернатора по увеличению безопасности использования жителями газового оборудования. В администрации в муниципальном жилфонде производится бесплатная установка датчиков загазованности. На данный момент у нас установлено уже 2508 датчиков. Каждый житель может обратиться в свою обслуживающую компанию «Еникон» за разъяснением, установкой. В проделанной работе за прошедшую неделю отчитались сотрудники дорожного хозяйства, здравоохранения и представители спорта. Мария Антонова, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Люберецкое отделение партии «Единая Россия» провело второй этап 27 конференции. Первый состоялся в конце июля и был посвящен предстоящим выборам в Совет депутатов. В повестке второго итоги избирательной кампании также люберецкие единороссы определили кандидата на должность председателя Совета депутатов второго созыва. Подробности далее. Модератор конференции, председатель местного отделения партии «Единая Россия» Владимир Ружицкий. Он сообщил, что зарегистрировано 119 делегатов. Кворум для принятия решений имеется. Полномочия счетной и мандатной комиссии подтверждены. Основной вопрос – итоги выборов в Совет депутатов. Владимир Ружицкий отметил, что в зале много кандидатов и депутатов из числа победителей. Поэтому о предвыборной кампании проинформировал кратко, в цифрах. От «Единой России» работало 372 агитатора. Во дворах провели 822 встречи. Охватили порядка 33 тысяч люберчан. Собрали 1607 наказов. 776 из них уже выполнены. В день выборов работало 71 место для голосования. Явка составила 22%. Проголосовали более 57 тысяч люберчан. Ну, результаты выборов вы все знаете. Я еще раз могу только озвучить, что места в Совете депутатов распределились следующим образом. 26 представителей партии «Единая Россия», один КПРФ, один ЛДПР и один депутат от «Справедливой России». Три человека – это самовыдвиженцы. Второй вопрос повестки – утверждение кандидатуры от партии на должность председателя Совета депутатов второго созыва. С порядком тайного голосования коллег познакомила секретарь первичного отделения «Единой России» в поселке Тамилино Мария Комель. Кандидатуры, включенные в бюллетень, располагаются в нем в алфавитном порядке. Справа от фамилии кандидатов расположены пустые квадраты. При голосовании за кандидатов расставляется любой знак. В бюллетене две фамилии – депутат Совета депутатов Дмитрий Локтионов и секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Владимир Ружицкий. Кандидатуры, предложенные для голосования, однопартийцы одобрили единогласно. Решение принято. Спасибо. Является перерыв для проведения тайного голосования. Счетная комиссия подсчитала бюллетени. Большинством голосов кандидатам от «Единой России» на должность председателя Совета депутатов был избран Владимир Ружицкий. Председатель Совета – это не более чем ведущий или председатель на Совете, потому что депутаты все равны. Мы должны все понимать и знать, и этого всего придерживаться. Поэтому, я думаю, сообща многое у нас должно получиться. Алексей Абрамов, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Состоялось первое заседание нового состава Совета депутатов городского округа Люберцы. Парламентарии утвердили кандидатуру нового председателя Совета депутатов, сформировали руководящую структуру Совета и приняли ряд важных решений. Подробнее в материале моих коллег. До заседания Совета время еще есть, а зал уже полон. Депутаты фракции «Единая Россия» решили собраться пораньше, чтобы утвердить в должности нового председателя Совета депутатов. Местное отделение выдвинуло на этот пост Владимира Ружицкого. Проголосовали дружно. Вопросов, замечаний, предложений нет. Прошу поддержать данную кандидатуру. Кто за? Против. Вам спасибо за такой подход. Как некоторые пишут книга, он постарается. Поэтому, ребята, спасибо. Далее процедура вручения депутатских удостоверений. Документы получили 32 избранных депутата. Три самовыдвиженца, по одному депутату от партии КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» и 26 от «Единой России». Удостоверение избранного депутата Совета депутатов городского округа вручается Ружицкому Владимиру Петровичу. Депутатский корпус поздравил исполняющий обязанности главы городского округа Владимир Волков. Он выразил уверенность, что исполнительная власть в лице администрации округа и законодательная, совет депутатов, будут работать синхронно. Это как подведение итогов, финал, черта, можно по-всякому назвать, вашей работой, непростой работой. И последние месяцы вы провели огромное количество встреч с жителями. Жители это отметили, проголосовав за вас. Перешли к рабочим вопросам. Выбрали заместителя председателя Совета депутатов. Им стал Дмитрий Локтионов и первого заместителя председателя муниципального парламента. Коллеги, предлагаю на должность первого заместителя председателя Совета депутатов. Если вы не возражаете, избрать шлопака Александра Леонидовича. Давать характеристику Александру Леонидовичу, я думаю, будет лишним. Все вы знаете, кто работал в Совете, все знаете его в 5 лет. Он возглавлял фракцию. Поэтому все, кто работал с Александром Леонидовичем, его хорошо знают. Ответственный, работоспособный, принципиальный, думающий, самые лестные характеристики. Самый главный вопрос – организация процедуры избрания нового главы городского округа. Владимир Ружицкий сообщил, что так как он занял выборную должность в Совете, то еще 13 сентября написал заявление о сложении из себя полномочий главы Люберец. Проведение конкурса предложено назначить на 10 октября 2022 года в 11 часов утра. Отбор кандидатов на должность главы округа будет производить конкурсная комиссия из 6 человек. Троих предлагает Совет депутатов, троих – губернатор Московской области. От Совета в комиссию вошли Владимир Ружицкий, Дмитрий Локтионов и Елена Верховых. Алексей Абрамов, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Жилищно-коммунальная сфера городского округа готова к осенне-зимнему отопительному периоду на 100%. Подача тепла начата с 1 сентября. Батареи нагрели в школах, детских садах, больницах и других социальных объектах. Котельная 421 в Малаховке пока работает в полсилы. Идет замена оборудования. Тему продолжит Алексей Абрамов. На территории объекта два котельных блока – старый и новый. Последний построили в 2020 году, чтобы снять дефицит мощности. В ремонте блок не нуждается. Три котла работают без сбоев. Я помню, три года назад просто не хватало мощностей. По сути, здесь это была котельная чуть больше 10 гигг. Расход был порядка 19. То есть мы в 2020 году провели реконструкцию котельной. И вот на сегодняшний день мощность котельной более 20 гигг, а потребляемая порядка 19. То есть у нас даже есть запас. Новый блок построили для микрорайона МЭС. Сейчас он работает в водогрейном режиме. Греет воду для хозяйственных нужд. Старая котельная построена в 1968 году. Здесь основной фронт подготовительных работ. Коллектив – два оператора, дежурный слесарь и старший мастер. На данном объекте проведены работы по обслуживанию насосного оборудования, запорной арматуры. Проведены работы по прочистке теплообменного оборудования. В настоящий момент заканчиваются работы по замене диаэраторного бака. Котельная, как говорят коммунальщики, квартальная. Обеспечивает теплом 62 многоквартирных дома Малаховки и 5 социальных объектов. На других котельных, расположенных в поселке, все ремонтные работы завершены. Первое тепло подали 1 сентября. Мы подключили дом ребенка, центральная 12, ЦДКС, клинический санаторий на околине 29. Потом, значит, четвертого мы подсоединили школу 48-ю. Седьмого подключили новую школу, которая находится на Пионерской, 19. Замена диаэраторного бака, который необходим для удаления кислорода и щелочи из воды, и другие работы завершатся в течение 10 дней, прогнозируют коммунальщики. Потом котельная заработает в полном объеме. Алексей Абрамов, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. В Люберцах продолжается реализация проекта формирования комфортной городской среды. Муниципальная программа включает в себя благоустройство общественных пространств, в том числе территорию вокруг водоемов. В этом году работы проходят сразу у двух прудов. В деревне Жилино и в поселке Тамилино на улице Шевченко. На последней локации работала наша съемочная группа. Пруд на улице Шевченко – излюбленное место не только для пеших прогулок, но и для катания на велосипедах. Только кольцевая дорожка, предусмотренная для двухколесного транспорта, была в плачевном состоянии. Скоро на смену старому асфальту придет новый, долговечный. Все, плитку мы разбираем, которая мешает. И дети будут комфортно кататься на роликах, велосипедах, не препятствуя движению людей. На следующий день мы уже будем укатывать асфальт. Я думаю, велодорожка будет готова в течение пару дней. Кроме обустроенной велодорожки, здесь появится более 20 эколавочек, сделанных из переработанного пластика. Такая парковая мебель не только сохранит природу, но и прослужит долго. Осуществили подрезку деревьев. Я думаю, что тут кое-что надо будет и корчевать, и повесимые деревья здесь сюда подсадим. Рядышком, по сути, и детская площадка. Она как бы хорошая, но она тоже уже, я ценю, морально устарела. Скорее всего, поставим в план, чтобы в ближайший год следующим ее заменить. В перечне работы покраска существующих опор освещения. Перед подрядчиками поставлена задача завершить благоустройство до конца месяца. Такие же сроки по Жилинскому пруду там установят новую детскую площадку и обновят освещение. Капитальный ремонт детского сада номер 12, который находится в поселке Октябрьский, подходит к концу. Новых воспитанников он должен принять уже в октябре. Мария Антонова продолжит. Ремонт длился почти год. На это время сотрудники детского сада и воспитанники были переведены в соседние корпуса. И вот теперь они вернутся в стены своего сада. Наша задача открыть этот детский сад в сроки и самое главное, чтобы 3 октября уже дети пошли в свои группы. Детский сад рассчитан на 270 мест. В нем будет 8 групп, 2 из которых ясельные. Уже родители получили направление. Заключаем с частью уже договора. Ну постепенно, как они карту готовят, мы их принимаем, договора заключаем. На объекте уже выполнены отделочные работы внутри здания. Полностью заменена противопожарная система и электроснабжение, двери. Отремонтированы полы и кровля. Остается генеральная уборка, установка мебели и некоторые работы снаружи. У нас осталось собрать фасад. Завод нам изготавливает соответствующие кассеты на этот фасад. По нашим заказным нарядам фасад и благоустройство у нас. Также нужно завершить благоустройство прилегающей территории. Во дворе сада установят детские площадки, заменят дорожные покрытия и ограждения. После завершения всех ремонтных работ детский сад номер 12 войдет в состав 18-го сада «Светофорик» и станет его четвертым корпусом. Мария Антонова, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Еще в трех школах округа созданы образовательные центры естественно-научного и технического профилей. Кабинеты оснастили современным оборудованием в рамках реализации проекта «Точка роста», созданного в 2019 году Министерством просвещения. Все подробности в сюжете Богдана Колесникова. Красковская школа номер 55 – одна из площадок, на территории которой открыли образовательный центр. В учреждение приобрели многофункциональные устройства, микроскопы, ноутбуки и многое другое. Здесь созданы комфортные условия для получения качественного образования. «Учу здесь с первого класса, ну, заметил рост школы. За последние несколько лет появилось много очень нового оборудования. Изучение предметов более глубокое. Появились новые компьютеры, информатика, физика новой класса, как будто в аудитории сидишь. Интересные очень новые ощущения». Татьяна Горохова тоже училась в этой школе. После окончания института вернулась сюда учителем. Нынешние условия осуществления образовательного процесса оценила. «Я уже посмотрела физику, посмотрела биологию, позавидовала. Но огорчаться не стоит, потому что на днях и нам в кабинет химии поставят это новое оборудование. Причем самое интересное, что ребята могут исследовать свойства, ведь химия изучает свойства веществ, исследовать на более высоком уровне, использовать компьютерные технологии». В рамках реализации проекта оборудованием оснастили кабинеты физики, химии, биологии, а также классы для проведения уроков технологии и безопасности жизнедеятельности. «Это цифровые лаборатории, которые сегодня применяются очень широко всеми учителями-предметниками на непосредственно уроках. Также мы поставили робототехникум. У нас всего 8 учреждений уже имеют такие профильные направления для дополнительного образования детей, а также для того, чтобы вести обычные уроки, которые обозначены учебным планом». Проект «Точка роста» реализуется на территории округа в течение трех лет. В этом году современное оборудование установили в 23, 55 и 59 школах. На будущий год образовательные центры откроют еще в трех учреждениях. Богдан Колесников, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Люберцы называют родиной вертолетостроения. Здесь создавали летательные аппараты, выдающиеся авиаконструкторы – Камов, Миль и их последователи. А 90 лет назад на Ухтомском аэродроме Алексей Черемухин совершил рекордный полет на первом советском геликоптере. Подробнее в нашем следующем сюжете. Алексей Черемухин родился в Москве. После окончания гимназии золотой медалью поступил в Политехнический институт на механический факультет. Но с началом Первой мировой войны оставил учебу и записался в авиационный отряд. 5 сентября 1914 года 13-й авиационный отряд стал отрядом действующей армии. И через 10 месяцев Алексея Михайловича отдали в школу авиации Московского императорского общества воздухоплавания. Будучи механиком, он только помогал летать, а теперь ему простояло стать летчиком самому. Первый полет Черемухин совершил в конце апреля 1916 года. Всего во время войны он выполнил 140 боевых вылетов, связанных с разведкой, корректировкой огня и истребительным прикрытием. Уже в мирное время участвовал в создании первого в стране авиационного научного учреждения. Проводил исследования в области методов расчета продольной устойчивости самолета. Занимался проектированием и строительством самой большой в мире аэродинамической трубы. А с 1927 года руководил работами по винтовым аппаратам, геликоптерам и автожирам. А вот и знаменитый вывод вертолета в ЦАГе из ангара. Сентябрь 1930 года. Аэродром в Ухтомской. 92 года назад, 13 сентября, летчик-инженер Алексей Черемухин совершил первый полет на геликоптере. Событие произошло в Люберцах. Вот так о нем писали. На рассвете машина выведена на якорную стоянку, запущены двигатели, последнее предполетное опробование всех механизмов, последние тренировочные подъемы на привязи. Машина выводится на старт на Ухтомском аэродроме. Черемухин запустил двигатели. Геликоптер оторвался от земли и на несколько секунд завис в воздухе на высоте 3 метра. Полеты совершались почти каждый день. Начались новые испытания. И 14 августа 1932 года он совершил рекордный полет. Геликоптер пролетел в расстоянии 13 километров с максимальной высотой полета 605 метров. Рекорд установлен на Ухтомском аэродроме. Так как информация по этому полету была засекречена, многие думали, что его воспроизвел Сикорский. Но в наше время справедливость восторжествовала. И возле Камовского завода стоит памятник в честь Черемухина и его первого полета. Два десятилетия назад в Люберцах появилась новая улица. По многочисленным обращениям жителей ей присвоили имя Черемухина. С именем создателя первого советского вертолета связаны и 25-я Люберецкая школа, и музей этого образовательного учреждения, который в 2005 году за исторический вклад в обучение школьников награжден орденом Александра Невского третьей степени. Люберцы наши родные – это родина вертолета строения не только России, но и мира. Первый заложил большое начало в аэродинамике – это Жуковский. А потом, значит, Юрьев, который предположил вот эту схему продольное. Братухин, который уже в свое время выполнил вертолеты, поперечные схемы. Ну и наш Черемухин, который здесь у нас на Люберецкой земле поднял вертолеты, выполнил эволюции первые. Висения, перемещения, развороты. На площади перед школой в 2009 году торжественно открыли бронзовый бюст Черемухина. А в самом учреждении проводят ежегодные черемухинские чтения. Ученики рассказывают о достижениях в области вертолетостроения, многие из которых устанавливаются в Люберцах. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. В Люберцах прошла очередная медиа-неделя. Ежегодный проект, который объединяет журналистское сообщество городского округа, проходит уже в 16-й раз. В этом году в программе «Круглые столы», «Дни открытых дверей» в редакциях СМИ и презентация «Новые издания». На первой встрече побывали и мы. Люберецкая организация действительно настоящая, живая. И благодаря именно вашей идее Союз журналистов в Подмосковье уже 12 лет проводит медиа-неделю Подмосковья. И она во многих, в большинстве городских округов сегодня стала заметным явлением. Медиа-неделя – детище Люберецкого отделения Союза журналистов Подмосковья. Поэтому в городском округе она проходит не в 12-й, как в остальных округах столичного региона, а в 16-й раз. Открытое собрание членов общественной организации – неотъемлемая часть ежегодного проекта. Но на этот раз журналисты пригласили на встречу представителей власти. В повестке важный вопрос, связанный с масштабным реформированием муниципальных СМИ. На мой взгляд, вот та реорганизация, которая идет, она не учитывает интересы информационного потребления или потребления информации граждан. Никогда в соцсетях не будет возможности формировать местную идентичность, так как это формирует краеведческие материалы. Либо в газете, либо на местном телевидении. Вот у вас радио сохраняется, это правильно. Мнение Натальи Чернышовой разделили все присутствующие в современном обществе. Роль профессиональных СМИ неоценима. Все, что касается информационного сопровождения, всей работы, это необходимость, тем более в нынешних условиях. Мы всегда говорим об этом и на наших внутренних совещаниях, хотя органы местного самоуправления занимаются хозяйственными деятельностями. Но если мы не будем рассказывать о том, что мы делаем элементарно, где какая сеть будет заменена, если мы вовремя не дали информацию об аварии, если мы не расскажем о объекте, который строится, конечно же, об этом никто не узнает. Труд журналистов, он по факту является краеведческим и является писанием летописи нашей территории. И кроме нас с вами, эту летопись никто не напишет. На встрече обсудили пути выхода из сложившейся ситуации среди предложений, открытия самостоятельных СМИ, а также создания коммерческого контента. Не бывает тупиковых ситуаций, надо просто вовремя, наверное, на это посмотреть и поискать где-то еще выходы. Мы можем создавать школы продюсирования. Почему бы нет? Контент на сегодняшний день производится в России в большом количестве и он востребован, потому что из-за рубежа контент уже не поступает. Вопросы сохранения муниципальных СМИ будут обсуждать на различных площадках, в том числе на фестивале современной журналистики и на внеочередном съезде Союза журналистов Подмосковья. Луиза Игия Зарян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Продолжая тему «Медиа-недели», люберецкие журналисты встречаются с коллегами, представителями власти и общественностью. На этот раз сотрудники СМИ организовали круглый стол с ветеранами и школьниками. Какие темы обсуждались на нем, расскажет Луиза Игия Зарян. Место встречи Музея и общественной организации «Дети войны. Память» выбрано не случайно. Тема собрания патриотическое и объединяет поколения. Школьники и ветераны говорили о любви к родине и о том, какой они видят Россию в будущем. В будущем я вижу Россию большим и процветающим государством. В будущем я вижу Россию величественной и гордой страны. Инициаторы встречи – журналисты городского округа. Это уже не первый совместный проект с ветеранскими организациями. Задача сотрудников СМИ – не только освещать события, происходящие в Люберцах, но и вносить свою лепту в воспитание подрастающего поколения. Дети тоже провели опросы всевозможные. Среди старшеклассников есть еще разные ребята, которые, пользуясь потоком информации сегодня, у них немножко другое мнение. Поэтому важна эта встреча, чтобы в том числе пытаться убедить их в том, что историю надо помнить, потому что без истории нет будущего. Всегда ценим вот эти взаимосвязи творческие, деловые. И в том числе и с вами вы очень хорошо преподносите и нашу работу, и совместные наши проекты. Ну и, конечно, с другими СМИ мы тоже сотрудничаем долгое время и с нашими газетами, и с радио даже. Представители газеты «Люберецкая панорама» рассказали школьникам о своей работе и о том, почему важно сохранять печатные издания в современном мире, охваченном интернетом. На 16-й медианеделе городского округа эта тема стала самой важной и актуальной. Больница в Краскове была открыта в октябре 1898 года. Лечебное заведение размещалось в одном здании. Со временем строились новые корпуса, увеличили количество мест для пациентов. Сегодня медицинское учреждение «Стационар номер 3» Люберецкой областной больницы состоит из пяти основных профильных подразделений. Это хирургии, кардиологии, неврологии, гинекологии и урологии. Чем живет одна из старейших больниц Подмосковья, узнала наша съемочная группа. Добрый день. Здравствуйте, Павел Васильевич. Как состояние у вас после операции? Ну, нормально. Набираюсь сил. Хорошо. Вот. Спасибо за внимание. Да, выздоравливайте. Мы ждем, когда у вас все это произойдет, и вы выздоровеете, и будете вступить и в строй. Обязательно. Я так и нахожусь в строю. Профессор Леонид Кантович всю жизнь посвятил науке. Несколько десятилетий заведовал кафедры в Московском государственном горном университете. Два года назад люберецкие врачи спасли от ковида его супругу. Теперь на больничной койке оказался и сам Леонид Иванович. Не все в Москву попадают. Я это мог сделать в элементарном виде, а я приехал сюда. Эта больница, я ей многим обязан. Меня поразило, откровенно говорю, что врач, молодой мальчик, 29 лет, великолепно делает операции. Просто великолепно. И профессионалом стал. Урологическое отделение здесь работает более 25 лет. Оно рассчитано на 40 коек круглосуточного стационара и 10 дневного. Врачи оказывают экстренную и плановую помощь пациентам с мочекаменными болезнями. Отделение оснащено высокотехнологичным оборудованием, стойкой эндоскопической, на которой осуществляются все эндоскопические различные вмешательства. Оснащено литотриптором, благодаря которому можно осуществлять фрагментации крупных и мелких конкрементов. Также в оперблоке установлена С-дуга. Это передвижной цифровой аппарат, позволяющий получать рентгеновские снимки под нужным углом во время самых сложных операций. Нефрологический центр при третьем стационаре Люберецкой областной больницы открыли в конце прошлого года. Здесь проходит лечение пациенты с хронической и острой почечной недостаточностью. Отделение оснащено оборудованием для программного гемодиализа и аппаратом, на котором выполняют процедуры при хроническом и остром диализе. Здесь находятся пациенты, которые получают только стационарное лечение. То есть это пациенты, которые госпитализированы либо по неотложным показаниям, либо планово для того, чтобы инициировать заместительную почечную терапию. Пациенты закончат стационарный этап, им сформируется сосудистый доступ, и они пойдут лечиться в амбулаторный диализный центр по месту жительства. Качественную медицинскую помощь получают и пациенты хирургического отделения. При травмах и заболеваниях органов грудной и брюшной полостей, мягких тканей на высоком уровне проводят малоинвазивные операции. Из малоинвазивных мы оперируем крыжи передней брюшной стенки лапароскопическими способами, диастазы белой линии живота тоже лапароскопические, экстренные операции, аппендициты, прободные язвы и также операции на толстой кишке. Также здесь выполняется весь спектр плановой экстренной малой коллапрактологической помощи. Такие операции, как геморрой, трещины, парапрактиты, свищи различные. Диагностировать заболевание позволяет компьютерный томограф. Чтобы пациенты проходили лечение в комфортных условиях, многие палаты рассчитаны всего на несколько человек. В первую очередь переоборудовали гинекологическое отделение. Все палаты у нас комфортные, двухместные. На два двухместных бокса отдельный туалет, отдельно душевая. Пациентки, конечно, безумно рады, довольны, потому что женщинам нужен комфорт, тем более беременным женщинам, которые составляют половину наших пациентов. В профильных подразделениях третьего стационарного отделения Люберецкой областной больницы за год проходит лечение около пяти тысяч человек. Но каждому пациенту подход индивидуальный. Богдан Колесников, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. В поликлинике Увечного огня с понедельника можно пройти электрокардиологическое исследование без предварительной записи на прием к специалисту. Подробности у нашего корреспондента. На первом этаже центрального поликлинического отделения установили кардиокресло. Электрокардиограмму можно сделать бесплатно и без предварительной записи. Нужно только ввести данные страхового медицинского полиса, указать возраст, вес, рост и номер мобильного телефона. Вся процедура занимает не больше минуты. Я считаю, что это великолепно. Не надо ходить, потом ждать результата. Она всё придёт домой, лёжа на диване, можно всё понять. Расшифрованную кардиограмму оценит врач функциональной диагностики. Результат направит пациенту посредством СМС. Данное устройство предусмотрено для скринингового обследования нарушений ритма по типу фибрилляции предсердия, которые являются грозным осложнением по инсультам, инфарктам миокарда. Поэтому лучше раньше выявить и предупредить данные осложнения и лечить заболевания. Рецепты мы не выписывали на бумажных носителях. Всё в электронном виде. Они сразу попадают в базу аптеки, где пациент приходит, говорит номер НЕЛС и, соответственно, получает лекарственные препараты. Ещё одно ноу-хау поликлиники – кабинет выписки льготных рецептов. Здесь его открыли в конце мая. Вот раньше мы приходили, допустим, к терапевту записывались, или к антокринологу записывались в очереди, сидели. Потом рецепты выписывали. Сейчас очень хорошо, удобно, в электронном виде. В целях экономии времени теперь необязательно приходить за рецептами в поликлинику. Для этого фельдшер проводит телемедицинскую консультацию. Алло, Валентина Петровна, это вас беспокоит ЦПО, лекарственные препараты выписка. Лекарственный препарат Леспро выписан. Вы сегодня можете получить его в нашей аптеке. Пациента теперь могут проконсультировать дистанционно. Фельдшер информирует о назначенных врачом препаратах, сообщает время и место, где их можно получить. Это экономит время, нервы. Но пенсионерам пока проблематично, родственники помогают в интернете все набивать. Хорошо, удобно. Записаться можно через портал Госуслуг, Единый колл-центр или в регистратуре поликлиники. Прием осуществляется быстро, очередей нет. При необходимости пациенту измеряют давление, пульс и сатурацию кислорода в крови. В отдельных случаях могут записать на прием к терапевту, направить на ЭКГ и диспансеризацию. Богдан Колесников, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Учебный год продолжает радовать подарками. На базе лицея номер 12 городского округа Люберцы открыли новый стадион. В честь такого события для учеников устроили спортивный праздник. Для учеников и учителей с показательными номерами выступили каратисты и юные гимнастки. Они дали старт для будущих занятий физкультурой. Среди гостей на церемонии открытия член сборной России по карате. Ученица лицея Ксения Белякова. Она наверняка знает о необходимости таких спортивных площадок. Нужны такие спортивные зоны, чтобы спортсмены могли заниматься спортом не только в стенах своих клубов или секций, но также и на улице, и дополнительно для оздоровления остальным гражданам. Ксения заканчивает учебу. Сейчас она в 11 классе. Поэтому ученикам помладше повезло. На занятия спортом на новом поле у них больше времени. Стадион очень нравится. Больше места будет, времени будем проводить больше, в футбол будем играть. Я пока в 9 классе, у меня будет еще года 2-3, чтобы поиграть на этом поле. Возможно, конечно, будет. На новой спортплощадке современные беговые дорожки, футбольное поле, ворота и ограждения. Также установили уличное освещение. Начало учебного года и такой спортивный объект, конечно же, всегда подарок, подарок в этом году вашей школе. Поэтому занимайтесь спортом, будьте активны, будьте здоровы, хорошего настроения с праздником. Стадион будет открыт и в неурочное время. Посещать его смогут не только ученики лицея, но и жители. С 6 утра до 10 вечера, через отдельный вход. Мария Антонова, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. В спортивном комплексе «Спартак» отремонтировали зал для занятий боксом и присвоили ему имя Александра Щедеркина, тренера, который проработал здесь долгие годы и воспитал плеяду высококвалифицированных спортсменов. С церемонией торжественного открытия зала сюжет моих коллег. Этого события ждали более 50 лет. Зал бокса не видел ремонта с момента открытия комплекса. Боксеры – люди непритязательные, но пришло время признать, площадка не отвечает требованиям времени. Реконструкция продлилась два месяца. Проведена покраска стен, потолков, реконструкция всех этих окон. С 1969 года окна стояли, сейчас стоят пластиковые окна, красота, светло, свет полностью заменили и поставили вытяжку. Вот это такая принудительная вытяжка. Последнее очень важно. В день зал посещают около 100 боксеров. Спортсменов так много, а тренировки так интенсивны, что запотевали зеркала. Сейчас этот вопрос решен. Деньги на ремонт собирали по принципу «с миру по нитке». Помогли бывшие воспитанники школы, боксеры с именем, предприниматели, члены родительского комитета. Дети здесь занимаются, в этом зале. Ну и само состояние зала нужно улучшать. Дети наши все. Поэтому все вклады в детей, в их будущее. Особая гордость тренера и всех причастных – новый ринг. Также в зале появилось несколько новых боксерских мешков, шведская стенка и другие спортивные снаряды. Флаг поднял Арцруни Хачатриан. Почетную миссию молодому боксеру доверили неспроста. В 16 лет он уже кандидат в мастера спорта по боксу. Выступает в категории 57 килограммов. Очень хорошо, потому что 5 лет занимались в таком зале. И вот за месяц сделали нам отличный зал. И очень приятно здесь тренироваться. По словам молодых спортсменов, кроме зала изменилась и сама атмосфера. Светло, удобно и уютно. Это будет способствовать еще большим спортивным достижениям, уверены ребята. Суть дела с душой, качественно. Я уверен, ребята, вам здесь будем тренироваться еще интереснее. Нам и раньше тренировалось здесь хорошо. Все было оптично, по-простому. А сейчас все так было внутренненько. Я так понимаю, это все-таки от академии босса сюда, на литер, принес какой-то стиль. Открытие зала завершилось церемонией награждения. Людям, внесшим наибольший вклад в реконструкцию, вручили благодарственные письма. Потом молодые боксеры провели показательную тренировку. Алексей Абрамов, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. А на этом выпуск завершен. Еще больше подробностей вы можете найти на нашем сайте lrt.tv или в социальных сетях. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин